дорогие друзья рад всех приветствовать на канале фейгин лайф время 22 часа 1 минута четверг 5 мая и мы проводим очередной стрим день 71 снова с алексеем арестович алексей рады видеть взаимно как обычно я прошу всех кто еще не подписался на канал фейгин лайф обязательно подписываться мы достигли цифры в 1 миллион двести пятьдесят тысяч подписчиков так что нам не помешало бы еще 1250 но что говорите ли вы стоишь у него огромный канал тем не подписывайтесь на него по его имени в описании к этому видео вы можете пройти и смотреть видео там ну вот мы начинаем наш эфир мы сразу предупреждаю разговоры мы а главного сначала до побывающей степени тяжести как в уголовный кодексе мы все-таки про испанскую педофил в конце так сказать коснемся мы не будем посвящать это этой мрази столько времени поэтому мы все-таки поговорим о главном алексей но тогда в самом общем виде концентрируясь на том что сказал залужное относительно контрнаступления комитета начальника штабов милле и вот всего с этим связанным по этим направлениям расскажешь нам знаешь про что это война про что это война война с заголовками вот я 8 лет комментирую по несколько комментариев в день так вот за 8 за 8 лет ни разу прописью ни разу на заголовок не соответствовал тому что я сказал вот ровно хрестоматийный пример залуженным сейчас залуженный сказал про контрнаступательные действия а не про контрнаступление чем разница контрнаступательные действия это тактический уровень а контрнаступление это оперативный но подается это как контрнаступление потому что заголовок так написали и все народа ажитация думаю ну вот это мы повалили сейчас уже всех разобьем и так далее близкая ситуация не до этого там наши войска совершают определенные тактические действия кто носит контрнаступательный характер и принципе существует вероятность что эти тактические успехи если они будут закреплены и развиты смогут причинить оперативный эффект но вопрос чем за чем закреплены и чем развиты потому что ситуация никуда не делась оружие как-то западное не теми темпами пока идет которые позволяют нам переходить аж в контрнаступление достигать оперативных успехов но написали все про контрнаступление радостно все ждут контрнаступление я целый день сегодня объясняю что это не очень контрнаступление всего лишь контрнаступательные действия то же самое арестович сказал что да про мариуполь отбили все полезли все на стенку хотя никто же не читает что там было сказано по предварительной информации которая нуждается проверки и что ситуация меняется и на момент когда я говорю может быть все уже по-другому и так далее так далее главное что дали заголовок и все радостно поскакали прыгать и так далее поэтому некомбедительная просьба хотите действительно разбираться не читайте заголовок читайте суть то что там написано в этих этих самых так у нас не будут контрнаступательные действия превращаться в контрнаступление удачная контратака назов стали превращаться в освобождение от российских войск не но я все-таки думаю что наша аудитория она в общем понимает это все несмотря на то что желание она всегда больше чем реальность потому что люди просто хотят они всегда хотят быстрее выдать желание действительно все хотят потому что на этом всегда это все игра поэтому да мы должны как бы тут еще и прояснять как как эти игры играются эти игры играются очень просто выбрасывается информация которая носит победный характер а потом же она дискорректируется когда ее масса подхватили врут да вот смотрите мол врут как бы да и лом и врут и народ врет вообще вся эта ваша украинская пропаганда сплошное вранье он это очень опасная вещь не быть разборчивым нужно очень внимательно читать содержание того что сказано и содержание манкируют на самом деле рурналист но уже заголовки точно нельзя верить ни при каких обстоятельствах справедливо но все таки в целом ты считаешь что линия не изменилась фронта она какой был такой остается чуть-чуть там движения в харьковской области чуть-чуть херсонской области движения как бы давно в на в нашу пользу но сказать что это изменение линии фронта или можно говорить о серьезном успехе так нет это это действие определенные которые ведут к определенным результатом в перспективе если это вообще удастся и будет чем развивать успех хорошо но но о чем это может свидетельствовать в канун 9 мая потому что там какая-то все-таки суета есть вокруг этой как бы вербальной даты и видимо ну что я четко вижу это желание добить азов забить азов 9 мая победу над азовом кстати сегодня у них восьмилетие создания с момента создания полка и значит и вот они хотят путину принести лучший подарок властителю тоже голова его врага все всегда было вот они очень хотят это сделать но посмотрим удастся ли вот на усилия предпринимают крайне потому что я так понял сообщение самого зова что и вообще а те кто обороняет азов старше третий сутки непрерывные штурмы идут ибо южи на территории до давно и последовательно на территории зоста давай так поговорим не безотносительно того как какой какие решения принимает руководство и так далее вот тебя как эксперта я спрошу вот в таком глубоком я не смогу тылу и обозревать хорошо обозреватель как скажешь в таком глубоком тылу вообще какие-то военные действия возможны по не тоже деблокате а просто по помощи военный военно-технической оперативной защитником вот такого объекта до большого завода со всеми коммуникациями внутри катакомбами и так далее что можно сделать в принципе ты как обозреватель может сказать возможно возможно обмена развитыми данными они могут давать цель указания для средств старшего командира какие какие достают и как как бы им можно подсказывать откуда хребут наступают или пытаются то есть это в принципе история возможно кроме того давайте не забывать что туда летали вертолеты которые вы забирали раненых и привозили боеприпасы оружие пирожка потом это стало невозможно потому что сбили взяли пленных и ну понятно узнали машут вышел там был по сути один который может вообще враг усилил противник же усилил по его после этого для того чтобы контролировать такие возможные вещи есть люди которые ногами заходили выходили пока было это возможно. И заходили, и выходили. Пока это было возможно, считайте билет в один конец, но находились люди, которые ходили. Но надо понимать, что по мере укрепления российской группировки и по мере ослабления нашей группировки военные возможности исчерпываются для помощи, для войск, которые находятся минимум 60 километров от ближайших сил, которые сами находятся под сильнейшим давлением противника превосходящего. Я имею в виду Маринка и так далее. А если брать следующих по близости, это 120 километров. Азов. Проблема Мариуполя решается, политика, дипломатическим путем сейчас. Задействованы, ну дай бог, кто-нибудь после войны расскажет, кто задействован. Но могу сказать, что задействованы все первые лица всех значимых организаций, церквей и стран. Но мы же понимаем механизм явления. Путина, скажем так, просили или предлагали варианты люди и лидеры стран, от которых он очень сильно зависит. Ну, конечно. Ну, простейший пример с китайскими студентами. Потому что с Китаем ему точно не старались ссориться. Ну, вот он не давал их эвакуировать из Мариуполя. Их вывезли в общем порядке. Не отдельно, как китайских студентов, а вот именно, просто как среди жителей, которых эвакуировали. Что же там есть конкретная задача? Добить. Во что бы то ни стало. Разрывая международные связи, рискуя репутацией и там, я не знаю, ссорясь с лидерами стран, с которыми не стоило бы ссориться. Но принципиально добить и доказать. И то, что добились президент, наша дипломатия, добились правительство, Верховная Рада, добились участия Генсека ООН и главы Красного Креста, позволившего забрать часть гражданских, уже из-за устали непосредственно. Это, в принципе, чудо. Потому что сначала речи не шло и об этом. И долго очень отпирались, неделями не хотели. Там уже правдами и неправдами достигли как бы такого соглашения. Я так понимаю, основным не знаю, но понимаю, что основным аргументом было сохранить лицо хотя бы с точки зрения возможной гибели граждан. Поэтому же надо хоть какой-то придерживаться видимости. А когда такой розголос, как по-русски будет, такого масштаба достигло обнародование того, что там находятся гражданские, по которым бьют дети, старики и так далее, уже пришлось идти к вопросу о роли информационных сообщений, информирования в своё время. Ну, вот смотри, у них же есть выход к морю, да? Ну, есть. Турки предлагали прислать корабль и забрать. А россияне не пошли на это. Конечно, он простреливается, есть выход со всех сторон. Конечно, однозначно. То есть никак. Ну, мы же взрослые люди. Мы понимаем, что военных способов нет, при том, что у нас есть или прямое вмешательство армии США какой-нибудь или НАТО или Турции с военной операцией. Это столь же нереальный вариант в данных условиях, сколь и предложение украинской армии как-нибудь освободить. Как? Мы открыты предложением. Мы открыты, безусловно. Мы открыты. Очень важно информировать и говорить о том, что есть. Мы открыты к предложениям. Если предлагают у кого-то родиться идея, тут уже все средства хороши. Мы готовы с удовольствием выслушать, что ещё можно предложить мировому сообществу для того, чтобы решить эту проблему. Потому что то, что я вижу, перепробовали все варианты в результате всех мозговых штурмов, которые были проведены. Ну, а ему как-то передавали, предлагали какую-то часть санкций снять за людей. Ну, я не знаю таких подробностей. Это лучше спросить людей, которые переговаривались. Но из того, что я вижу вот так вот просто по работе команды, я вижу, что бесконечные мозговые штурмы. И там попытки. То есть, условно говоря, я слышу, как рядом говорят по телефону, там, Мариуполь, 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 Мариуполь. Они, понимаешь, могут повестись на какие-то вещи буквальные, конкретные, денежные. Посмотрим. Я так понял, что пускали все варианты. Но вот один из вариантов, про который говорили официально, это обменять всех российских пленных. Всех, у нас их сотня. Всех, да. Всех заберевать, заберевать. Всех, да, да. Ну, это ему насрать, это ему насрать совершенно. Ну, тут, как бы, такая история. Ну, это ему хоть миллион, вообще пофигу. Так, ну, понятно с этим. Тогда дальше. Лавин Александр Зеленский поговорил со Штанмайером, да? То есть, все-таки можно считать, что снято, и Штанмайер приедет в Киев. Я правильно понимаю? Ну, трудно сказать. Поговорить – поговорили. И констатировали, что, во-первых, российскому руководству не удастся расколоть европейское единство в этом отношении. А, во-вторых, это лишний раз подтвердило, что связи устойчивые между Украиной и Германией, которые там отдельными недоразумениями, скажем так, не нарушатся. Не нарушались и не нарушатся. Я бы даже сказал не недоразумениями, а недопониманием сторон как-то полным. Ну, как говорится, кто старый поменит, тут же, знаешь, дело-то такое. Что такое взрослые, серьезные люди, тем более ответственные политики? Это те, которые думают вперед, а не назад. Когда начинается рессентимент, ах, вы меня набидели, ах, вы сказали, и я тут, значит, запомнил и так далее, сразу видно, что человек несерьезный. Вот несерьезный. Это можно позволить себе в быту, это могут позволить себе люди, так называемые обычные. Люди, хотя есть ли в этом мире обычные люди, большой вопрос, но ответственные политики или там люди военные и так далее, не могут себе таких вещей позволить. Они должны смотреть в будущее, что бы что, что дальше, к чему это приведет, какие цели мы достигаем, какими усилиями, в какие сроки, с какими последствиями, результатами и затратами. Вот тогда это работает, криво, косо, но работает, потому что, цитирую Черчилля, война – это преимущество накатало грубых ошибок. Вот, да, а если начинается, ах, вы, нам, вот поляки демонстрируют, и Польша демонстрирует выдающие успехи, в смысле умением отсечь прошлое и посмотреть в будущее. Ну да, преодолеться. Да, никто не вспоминает ни Волынскую резню, ни Хмельницкого, ни еще множество поводов и так далее. И многие говорят в приватных разговорах, что да мы и сами вели себя нам, как это, не лучшим образом в некоторых случаях. Сейчас это абсолютно не важно. Важно, сегодня цитируя Дуду Анжи, президента Польска, говорят, что он сказал, я не успел проверить, перед самым передачей пришло, что он сказал, что границы не будут между Украиной и Польшей. Он имел в виду облегчение, я так понимаю, облегчение таможенных правил, всех этих и так далее. Да, режима, режима. Поэтому и поляки вообще ведут себя, иногда складывается впечатление, что они больше за Украину, чем некоторые украинцы. Сейчас полное благоприятствование, полнейшее. Два с половиной миллиона беженцев приняли, относятся как к родным. Я вот реально спрашиваю у наших, которые там, мне пишут люди, я разговариваю. Как относятся, есть ли хоть один инцидент, а может быть, ну так вот проверить, не может быть, что в большой стране там не было этот самый. Нет, говорят, что куда ни приди, максимальное благоприятствие. Максимально. А вот это решение целой нации, это не те вещи, которые может приказать правительство. И здесь вот видно, что поляки совершили такой вот скачок зрелости, который позволяет забыть все старые обиды и думать о будущем. Чего многим украинцам не удается, кстати, сделать. Не только в отношении поляков, а в отношении друг друга. Это европейское сознание, понимаешь, как только люди обретают некий вот больший статус, там, паневропейский, то сразу все эти мелочи уходят. Потому что то, чего не хватает там где-то Мадьярам, там еще кому-то, да, какой-то местничный. А Мари Липен хватает? А Мари Липен это же реликта, в общем, по большому счету. Так вот, это и есть борьба реликтового сознания и реликтового излучения с сознанием, устремленное в будущее. Вот люди делятся сейчас по этому признаку. Кто хочет, как российская власть, ставку на прошлое делать и выжимать оттуда мотивацию в виде рессентимента, это одно. А те, кто хочет мотивацию искать в будущем, за которое воюем и совместно хотим построить, это совсем другое. Вот по этому принципу люди поделились, не по языкам, не по национальностям, не по странам. По принципу, кто за будущее и кто за прошлые обидки, сопли, слезы, рессентимент и так далее. И вот это памятник бабушке, это российский флаг, который они там сейчас таскали. Бабушка-то оказалась в будущем. Да, 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 это оказалось, да, а то, как его сделали и показали, это как раз прошлое. И вот они на победобесе попытались навесить, вот это вот в полной мере отражает сущность российской этики и эстетики в этой войне, которую продуцирует российская власть. Это я поясню, что бабушка в Харькове, которую сейчас вознесли до небес с этим советским флагом, как теперь выясняется, она вышла в качестве парламентера, что свинки, отойдите от моего дома и не грабьте, а, так сказать, ничего не вышло, дом все равно разрушили. Непонятно, как теперь исходить с этой бабушкой, которой они разрисовали и даже принесли памятники пластиковые стали. Ну, в общем, это все у них так, у них все так, поверьте. Это известно. Всегда. Смотри, значит, вопрос вот какой. Пришел мне от человека, некоторые районы в Донбассе оказываются в новой оккупации, скажем. Это те, которые вот по ходу дела, вот в ходе этой операции, там, 10 километров и так далее. И там уже ты удивишься, значит, оккупационные администрации начинают в социальном секторе, ну, там, медики и другими заставлять что-то уже начинать такое делать в пользу оккупационной администрации. Люди, замешательство, они абсолютно лояльны, они проукраинские, но… А восток, понимаешь, Донбасс. И что им вот в такой ситуации делать? Мы об этом говорили про Херсон, я напоминаю, и про Херсон ты общую позицию сказал. Маневрируйте, да, там сказать, держите в курсе, там, где можете уведомить. Ну, я, может быть, неправильно трактую твои слова, вот ты скажи этим людям что-нибудь. То же самое здесь. Маневрируйте, там, где можете, уведомляйте, да, старайтесь не попадать под мобилизацию, это мужчин касается. Что касается поведения бизнесменов, представителей местной власти, вновь оккупированных районах, там, гражданского сектора, бизнеса и так далее, то власть Украины должна подготовить сейчас документы, которые даст, и рекомендации. Тут и Верховная Рада реагирует, потому что там нужны определенные законодательные решения, в том числе с опорой на международное право войны, а вот здесь очень непросто, потому что у разных, у разных, очень серьезных международных экспертов, которые привлечены, очень разные позиции с этой точки зрения, что можно делать, что нельзя. Здесь надо выработать безупречно, потому что дальше это может быть нарушение права войны, это очень неприятная история, которая без срока давности, без амнистии, здесь надо пройти между Сциллой и Харибдой, поэтому конкретно решение затягивается, но я уверен, что рано или поздно они будут и, там сказать, и Кабмин, и Верховная Рада обратиться к людям, которые на оккупированных территориях, и скажут, как именно себя вести, в той части, в которой можно сказать в данных обстоятельствах. Ну, хорошо, так сказать, а по Херсону что-то добавишь? Все то же самое, но там пошли, опять же, информация, внимание, которая требует проверки, предварительная информация, значит, что предложение было в Мелитополе, в Мелитополе было предложение Дани Херсону, но тем не менее, оккупированный юг, было предложение директорам школы там сотрудничать, часть отказалась, и вот как одна из директоров школы или женщина, представившаяся директором школы, сказала, что четверых уже похитили в неизвестном направлении, на проработку директоров школ, да, которые отказались от сотрудничать, ну, чисто в российском стиле. Чисто в российском. Вот это вот на подвал, это ты понимаешь, когда я вот слышал это на подвал в Донбассе, я говорю, да какой, на подвал это русские привезли? Конечно, кто еще? Я просто знаю, я-то был провокатом, я же знаю, что творят в Чечне. В первой Чечне торговать же заложниками начали не чеченские полевые командиры, а русские полевые командиры. Захват заложников, традиционная тактика российского группы была и так далее, а они уже пытались отвечать на это, то есть заложникам и заложникам. Поэтому, но тогда российская пропаганда сумела выиграть войну и представить их как страшных фашистов, и негодяев-террористов, а на самом деле знающие люди говорят, что это как бы российская тактика была, тактика российских спецслужб, захват заложников. По-разному было, просто чеченцы были и стоят с другой стороны, и, так сказать, Завгаев, и там еще масса людей были, Базанов какой-нибудь, масса народов. История сложная, да. Сложная. Так, с этим тоже вроде бы разобрались, ну тогда вернемся к вооружениям, то есть расскажи нам, что-то существенно поменялось за сутки? Потому что гаубицы мы видим, гаубицы видим. Не мол, не мол, если ты про знаменитое видео, где-то там бахает гаубицы вертикально стоящие, падает гильза, то это не М-777, это Гиацинт-Б, советская гаубица. А ты нам пояснишься, что пояснишь? Это советская гаубица, просто выдали ее за вот уже, вот уже американская, вот уже стреляют. А американскую не показывают, ее нельзя показывать? Еще, ну либо ее и показали, но пока не показывают. Поэтому я думаю, что даже где-то парочка уже есть, где-то героически стреляет, но это ее, ну честно, это не то количество, которое может там существенно оказать влияние на ход боевых действий, даже на конкретном участке, рубеже или позиции. Поэтому их должно быть очень много на конкретном направлении, чтобы они поменяли, десятки. Такого пока нет, нигде. Ну то есть ситуация с вооружением, ты придерживаешь прежнего тезиса, прежних сроков, что это только конец мая, такое существенное изменение? Накопление до значимых результатов, которые могут количество привести в качество, я думаю, не раньше конца мая, если не позже вообще. Позже? Ну там колеблется от очень многих показателей, но я поэтому даю разбросить от конца мая до середины июня, конца июня, там вот так вот. В товарных количествах способны изменить ситуацию на поле боя. На отдельных направлениях этого. Ну хорошо, будем следить за этим, ты нам поясняй тогда периодически. Вот дальше, значит, слышал ты или нет, они теперь хором начали свистеть про то, что мобилизации 9 мая не будет. Там уже и Володины, и Шмолодины, там кого только не присоединились. Такое ощущение, что как-то они решили успокаивать. Это для внутреннего контура, безусловно, там, не для Украины, потому что, ну, Украина, честно говоря, фиолетовая. Будет там мобилизация, не будет, все равно воевать придется, а хоть так, а для внутреннего начали успокаивать, что не бойтесь, гореть не будете, и вообще жопу вам не оторвет. И сейчас, конечно, с другими конечными. И ты знаешь, а народ как-то вообще занервничал. Может, мы как-то над Павриелом, может, еще что, но занервничали. Публика занервничала. Они же, ну, слезать с дивана, одной сидеть на диване и копить победы, и перещелкивать каналы, а другое дело слезать с дивана, ехать куда-то там, умирать, на прокорм там злобным украинским военным, как бы, ради чего, где, как и так далее. Не-не-не, так не работает. Здесь, вот ряд череда этих заявлений показывает, что они замерили проблематику внутрироссийскую, поняли, что это тема, которая крайне волнует, и, ну, хотя бы количество сожженных военкоматов о чем-то говорит. И смысл там же, в чем смысл спалить военкомат? В том, что там сгорают документы учета. Дела? Да, дела, конечно. Как тебя вызывать, если непонятно, кто ты есть и существуешь ли ты вообще? А карточки нет, ничего. То есть человек, спаливший военкомат, избавляет себя от мобилизации, от перспективы мобилизации. Вот они посчитали, сколько сгорело военкомата, видимо, заботились ужасно и сказали, что началась череда заявлений. Напоминаю, что, напомним, что это не первое заявление, первое еще было Совет Федерации 4 марта, когда сказал, что он не будет дискутироваться. О разговорах-то было. А потом Путин с виртуальными стердесами разговаривал, которые в чайнике не отражались, и рассказывал, что мобилизации не будет, и не за что волноваться. То есть они последовательно сообщают, что не будет. И это чистый посыл на внутреннюю аудиторию, как ты говоришь. Потому что, видимо, эта тема крайне, по замерам общественного мнения, они же закрытые, проводятся регулярно, крайне беспокоят россиян. И это, соответственно, крайне беспокоит Кремль, потому что ему меньше всего нужна беспокоенность россиян. Ну и, так сказать, как-то ты знаешь, вот сегодня и Володин тоже продолжил тему про ядерный удар. Видно, что это согласно, потому что он трусливый тип абсолютно, мне или не знать, значит, он заявил о том, что никакого первичного ядерного удара со стороны России, ни по отношению к кому не будет, только ответно. И так, в общем, можно уже прочитывать контекст, связанный с Лавровом. То есть, похоже, произвело впечатление, тезис, он изменился, изменился по ядерному сдержанию. Он теперь стоит в том, что не взаимное уничтожение, они это тоже повторяют, а прежде всего взаимное уничтожение предполагает, что будет уничтожен источник, тот, кто нажимает на кнопку. Вот он первая мишень. Возможно, это производит впечатление, что не город Москва взорвется, а бункер взорвется. Сначала он. Александр Григорьевич же высказался на эту тему еще. Высказался, вот как? Да, он уже сказал, что ядерное оружие – это безумие, нет, ни в коем случае нельзя допустить, что компания затянулась и хорошо бы ее заканчивать. В общем, месседжеры сдал, да, если злой дядька Сэм скажет обеим сторонам цить, то они все и цить. Признал старшество Соединенных Штатов в этом вопросе. Это как-то вообще очень череда любопытных заявлений. Сегодня вообще день такой сложный. Нет, он еще и сказал, что мы непосредственно участвуем. Мы не будем участвовать и так далее. То есть, я так понимаю, четкие сигналы. Весь мир замер накануне 9 мая, ждешь, уже не вспомнят. И они целый ряд заявлений, показывающих рамку, в которых они готовы двигаться, по крайней мере, на словах. Что ядерного оружия нет, мобилизации нет. Тогда понятно, да, компания будет идти. Если это правда, а почему бы и нет, то компания как шла, так и будет идти. Ну, замечательно, конвенциональным оружием будем воевать, пока не победим. Но понятно, кто кого победит. Потому что соревноваться с западным ленд-лизом, мягко говоря, абсолютно бесполезно. Поэтому тут вопрос, как бы, в какую цену и в какие сроки нам обойдется эта история. Ну, просто до 9-го они не выйдут ни к административной... До 9-го никуда не выйдут, понятное дело. Я имею в виду вообще в целом вся эта война. Потому что стратегически Кремль проиграл бы просто оформить это поражение на оперативном уровне, но это еще месяцы крово-крововые драки тяжелые. Ну, хорошо. Ты вот дал интервью молдавскому телевидению, мы видели. Ты их как-то поддержал, с одной стороны успокоил, одновременно высказал свою точку зрения на происходящее. Она какая? Ты считаешь, что это был все-таки маневр со стороны Кремля взбудоражить ситуацию как-то или что? Молдовские власти, насколько мне известно, всерьез относят к возможной угрозе. Мы все говорим о Приднестровье, а там ведь есть еще проблема о Гагаузии, где есть масса нюансов. Весьма сентиментально в отношении России и в отношении бывшего Советского Союза населения, как будто замерзшие это в каком-то смысле в прошлом. И молдовские власти рассматривают, молдовские рассматривают серьезную угрозу и оттуда, и оттуда, и попытки россиян раскачать, и предпринимают соответствующие меры и так далее, и так далее. Там сложный узел. Но более того, мы же имеем фактическое доказательство того, что и американцы, и румыны рассматривают это всерьез. Иначе зачем бы они перебрасывали войска от границы Молдов? Поэтому там достаточно серьезная угроза. Формы и способы ее реализации мы еще увидим. Скорее всего, они будут внутри молдовские, потому что пока непонятно, если будут реализовываться, пока непонятно, как они будут перебрасывать туда войска российские. Хотя по некоторым данным, да, туда под видом гражданских заехали часть российских специалистов. А как это они заехали? Через аэропорт? Через третьи страны это называется. Да, да, да. И там даже какие-то там, как это Путин говорил, люди, умеющие решать военный вопрос. Вот, ну, да, в общем, я думаю, молдовская сторона знает, и знает американская, и румынская, и так далее. Само движение войск показывает, с моей точки зрения, что никто им не будет давать спуска, и не позволит расширить конфликт еще и на Молдову. И молдовский парламент же, по-моему, принял решение, парламент же, да, несколько дней назад, очень любопытный, когда разрешил в армии Молдовы служить людям без молдовского гражданства. Уж более прозрачного сигнала было трудно представить. В американской прессе вышел интересный материал, по-моему, в Wall Street Journal, или поправь меня, если кто это опубликовал, о том, что вообще вот эти удары по штабам, бесконечные, очень успешные со стороны ВСУ, они продиктованы получением достоверной информации от американской разведки, которые, ну, понятно, как она работает, летает самолетик, спутнички и так далее. Вот очень точные целеуказания приводят к таким результатам, что попадания очень качественные. То есть гибнут генералы, гибнут командование. Но это же можно подтвердить? В этом нет ничего такого, что действительно? Тут вот как бы, как сказать, ну, во-первых, мы сами СУСАМИ. Ну, газеты пишут, я еще. Да, у нас своих разведывательных возможностей выше крыши, особенно учитывая, что мы на своей земле находимся и так далее. Во-вторых, основные командующие и основной старший офицерский состав понес потери в самом начале операции, то есть в 2-3 недели. Когда разведданных, скажем, от союзников не было, море разливанное, скажем так, прямо. С некоторых пор, да, они начали передавать больше. Тщательнее, основательнее. И, безусловно, значительная доля успеха лежит на том, что они нам передают, за что мы им крайне благодарны. Но тут вот, по крайней мере, есть дата, до которой можно разделить. Я ее называть не буду. Где украинцы, а где потом они начали давать уже активно. И очень большое количество конкретных старших российских фонанских начальников было добыто и добито чисто украинскими данными. А далее, да, там пошло, пошло. Но все равно же мы перепроверяем их данные через свои, через их. То есть это комплексная работа. Минимум три источника, все как учили. Причем один вид разведки нельзя проверять другим. Но это уже такие профессиональные нюансы, которые… Вернее, таким же, которые там уже зрителям ничего не скажут. Но это сложная история. Ну, то есть, все-таки, принято всегда считать, что западное вооружение на первом месте. Второе – это, ну, поддержка материальная, она тоже. И на третьем разведпомощь. Или же другая здесь иерархия. Иерархия. Да ее сложно оценить. Реально. Где это? То есть, это множество переменных. Это важно очень информация. Очень важно. И ситуативная осведомленность, так называемая, которая руководящая термин из документов НАТО, она крайне важна. Крайне важна. Но надо понимать, как это работает. Ну, давайте я уже расскажу. Приходит, условно говоря, НАТОвский спутниковый снимок. Стационарный объект, в который мы подозреваем, что цель такая, это ла-ла-ла, пятое-десятое. Мы не можем взять его на веру. Мы должны перепроверить сами, да еще через другие источники информации. То есть, другие виды разведок. Если они нашли спутниковую разведку, то мы должны проверить через агентурную. А свою агентурную через радиоразведку, например. Когда разные виды разведки дали схождение, то тогда мы ставим в банк цель и рассматриваем всерьез. Это не так, что прислали спутникам, и ура, все, бьем, и радостно поскакали. Так не бывает. Во-первых, потому что это неправильно. Во-вторых, потому что мы экономим боеприпасы, которых не очень много там было во все времена, по сравнению с российским количеством боеприпасов. В-третьих, да, мы не можем позволить себе раскрывать позиции наших сил просто так. Поэтому вынуждены очень сложно и специальным образом применять и авиацию, и артиллерию, и ракетные войска, и так далее. С тысячей оговорок и прочее. Это тяжелейший процесс, которым заняты сотни и десятки людей, которые это все ведут оценку. Потом этот банк составляется, потом решается в зависимости от замысла, по каким целям нанести операцию. Потому что не по всем же бьют, а бьют по тем, которые соответствуют замыслу высшего командования. То есть это целая история, которая одновременно похожа по силам, правда, на очень сложную хирургическую операцию и одновременно на игру очень большого оркестра какой-то очень сложной музыки. Это очень непросто, но, как мы видим, весьма действенное в исполнении вооруженных сил Украины и западная развертанная информация занимает очень серьезную часть, долю в этом, за что мы крайне благодарны нашим западным партнерам. Будь здоров, правда, говорю. У меня тут тоже все спрашивают, чем мы все чешемся. Вот у меня тут фонари стоят, у меня аллергический ринит. Чешут нос не потому, что мы врем, а потому, что у меня просто-напросто все время сыпется пыль с этих фонарей, я весь увешан фонарями, вам лучше это не видеть. Это система вентиляции, и она потянула. Да какая, что-то вентиляция, да. Нет, у меня, у нас включили, и у меня потянуло по ногам, и я вот это чихаю. Спасибо, тем кто. Да, потому что у нас люди все время видят что-то большее, чем оно есть. Вот это меня всегда поражает. Но, так или иначе, 464 тысячи нас смотрят. Спасибо всем, кто присоединился. Соответственно, напоминаю, а нас уже сейчас много, мы подбираемся к 500 тысячам. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Пусть этот эфир посмотрит как можно больше. Мы тут практически каждый эфир не выпадаем из тренда Ютуба. Это тоже помогает. Впадание в тренд. Это случайные люди. Ну, те, которые не специально интересуются политическим сегментом Ютуба, приходят, смотрят, им нравится или не нравится, но все равно они хотя бы узнают. Это важно. И так или иначе, это дает эффект, безусловно, информационный, политический, всякий другой. Поверьте мне, у меня все завалено почтой, и я знаю, как люди приходят на эти эфиры. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал Феден Лайф и на канал Алексея Арестовича. Об этом я уже говорил. Ну, что, тогда мы 35 минут в эфире. Остается последний вопрос. Да, конечно, я хочу сказать, что это было долгожданно. Это то, что его, конечно, задержали, этого ублюдка, в Испании, шаре. Мы только вчера об этом говорили, о том, что вот нужно санкционное давление и так далее. Это, во-первых, свидетельствует о том, что действительно офис президента работает, потому что иногда складывается впечатление, что, ну, вот там забыли о том, что сейчас война, есть свои приоритеты. И, тем не менее, Генпрокуратура Украины, она не оставляет, так сказать, своих обязанностей по части того, чтобы экстрадировать в Украину вот таких агентурных персонажей, которые многие-многие годы работают на Российский Кремль, ну, формально администрация президента, через неё на Лубянку. Это всем известная вещь и так далее. То, что его отпустили под обязательство по явке и отобрали паспорт, и он должен отмечаться два раза, это промежуточный итог, не надо расстраиваться, потому что уже достаточно сильно обнулены подобного рода агентура, которая вот за пределами внутри. Так что, это тоже достижение, с учётом, что больше нет этой партии агентурной и так далее, и так далее. К тебе вопрос. Я вот сегодня тут выступал тоже на популярной политике, мы обсуждали вопрос в связи со всеми событиями сегодня с этим шарием, вот на твой взгляд, всё-таки можно ли всё-таки усилить давление по нему и по ряд других ещё персонажей, ну, скажем так, используя, если уж не санкционные по обращению к соответствующим инстанциям в Америке, в Европе и так далее, ну, какими-то оперативными средствами и так далее. Теоретически взять его и доставить. Тут надо рассуждать следующее, во-первых, это испанская территория, территория Евросоюза, страна НАТО, независимые страны. А сейчас война, жить тяжелее стараются. Во-вторых, там как бы работает испанский суд, испанская правосудие. Мы можем, как сегодня Ирина Венедиктова сказала, генпрокурор Украины, давая пояснение соответствующее, что, например, Фирташи экстрадируют уже 8 лет, причем американцы. Да, он скажет, это может длиться годами. Да, это может длиться годами, это очень сложная, непростая история и так далее. И я напоминаю всем, что в Украине не преследуют за взгляды. Преследуют только... А он мошенник какие-то взгляды, там у него нет взглядов. Преследуют только по конкретным обвинениям, для которых у следствия есть основания, что они будут доказаны. Ему конкретно предъявили подозрения и в том числе через международные инстанции в измене родины и в разжигании... После изменения и 161-й расизм. Да, междунациональный расизм, разжигание междунациональной розни и так далее. Да, теперь все зависит от двухсторонних процедур. Я бы не спешил радоваться тем, кто очень хочет, чтобы Шариф немедленно пристал перед украинским правосудем, потому что это действительно может занимать очень долгое время, если не месяц, это годы. но лиха беда начала. До этого и этого не было. Поэтому, если служба безопасности Украины имеет, она, исполнитель, имеет соответствующие эти самые, соответствующие подозрения, и они оформлены, переданы, то я так понимаю, что они достаточно основательны были, чтобы испанский суд решил ограничить его возможности передвижения и начать экстрадиционный процесс. Дальше решит испанское правосудие. Посмотрим. Ну так, да? Конечно. Ну, надеемся, не отменяется и санкционное направление, оно может тоже сыграть свою роль. Это отдельный жанр, посмотрим в данном случае еще вопрос, как правильно совместить санкционное давление и испанское правосудие, потому что он может поставить вопрос о том, что его политически преследуют. как бы, да? И тогда его точно не будет... Если его внесут с подсанкциями? Да, тут есть нюансы. Я бы был аккуратен и внимательно смотрел, как точно сыграет игру в игру службы безопасности Украины и испанское правосудие. Это же как это, аргументы сторон важны, конкретика важна. Здесь им виднее, здесь они должны, и они, и Генпрокуратура Украины должны давать соответствующее пояснение. Не я. Я могу дать оценку общую. Ну да. Ну что же, все равно это все радует. Нужно набраться оптимизма. Поверьте, я человек, который посвятил этому уже почти пять лет, уверяю вас, все рано или поздно воздастся старицей. Это железные правила. Поверьте мне, как адвокату в прошлом, куда бы ты ни долбил, как бы морда топориком, все равно результат будет. Вот так у меня освобождались мои подзащитные путем обмена. Последний был Сущенко Роман, которого обменяли уже при Владимире Александровича Зеленского в обмене 35 на 37 и так далее. Ну что же, я предлагаю завтра снова увидеться. Вот, пятница, там подходящий день еще раз обсудить. Напоминаю всем, что мы продолжаем собирать вот через NFT, проходите по ссылке ко вчерашнему эфиру деньги. Алексей Рисович нам скажет, куда их отправить в конце недели через аукцион мы реализуем и решим, каким физическим образом передать деньги туда, куда надо, на благотворительность тем, кто в этом нуждается. Алексей, до завтра тогда и всем пока. Всем спасибо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин